друзья всем привет на дворе у нас 18 июля 22 года так сегодня первый день такое солнышко жарко даже прямо я бы сказал у нас вот такая вот поломка случилась мы видим разобрал я двигатель на мотоблоке скаут почему-то попал так сказать на капитальный ремонт ребят такое дело днями ранее ну как днями ранее последний наноси накос когда греб стал замечать что при в общем когда мотоблок работает под нагрузкой а там периодически когда с граблями входишь особенность участок не ровный включаешь разборки лад разбраки собрал все в общем отключаешь когда одно колесо разблокируешь его получаться вся нагрузка ложится на второе колесо общем того как работает под нагрузкой очень стал он терять мощность и стал какая-то появилась дымность и вроде как он стал терять мощность ну так я не придал этому сильно значение вот потом на следующий буквально день возил сено и и вот там заметил было жарко тоже по тридцатку как вот прям температура такая и заметил что когда я держу гору просто сено он дымит прям появилась дымность такая то есть ее до этого никогда не было тут появилась дымность ну думаю ладно думаю надо посмотреть вот форсунку может быть форсунка льет как бы ну больше такого ничего не было значит на следующий день продолжим с на ботом еще вывести сено то есть поехал снова буквально то несколько раз съездил я просто на 3 вообще тяга практически потерялась успеха он начал работать нет не так как он работает появился какие-то посторонние шумы то есть двигатель весь вот так вот заходил весь весь мотровлог паралитики его затрясло ну то есть стало понятно что здесь что-то не то у меня посмотрел как бы еще ну думаю ладно чё пускайс постоит отдохнет поставил его потом запустил на уже вечером жара спала прошли дожди ну как бы так запустил нет все равно двигатель уже полностью остывший блок и все равно работает такие вот свой как бы это самый трясет его а потом просто взял добавил газ газу да да отказу что называется и у меня вот этот передний ремень крайне вернее он просто у меня скотел ну понятно что такого никогда не было ясно стало что здесь что-то не то значит покручивать коленвал ну точнее лоховик вот здесь ты послушал какой-то шум как бы тут стало более-менее все понятно то есть либо тут разбила какой-то подшипник либо может быть скутилась какая-то гайка либо самое страшное что бывает здесь может не самое страшное сломала шатун ну вернее ну сломала шатун или коленвал в общем то что-то было такое в общем скрытие показала сломан оказался коленчатый вал вот он лежит вот я достал его как обычно по шейке ломает вчера вечером вскрыли его посмотрели здесь но такое ощущение что трещина была давно здесь его сломала вот буквально тогда потому что какая-то посторонняя вибрация появилась как бы давненько то есть работать стал с вибрацией мотоблок это стало заметно заметнее чем это было возможно подшипники возможно трещина была причинам я сейчас причин может массу почему сломался коленвал то есть может быть и форсунка лила может быть и момент впрыска там угол опережения да вот угол общем то может быть в этом проблема может быть еще какие-то сразу скажу что в принципе я когда сломался он окончательно никаких таких работ не присоединил игру я вез вказил просто сено то есть транспортная работа то есть не пахал не фреза там не плуг ну ничего другое тем не менее вот подшипник вот этот и вторая половина где у меня ну и вторая половина вот вот вторая половина здесь роликовый подшипник стоит вот так вот снялся крышка обойма сама у него осталось в корпусе а этот вот сломался вот здесь вот сейчас очень не знаю сейчас что делаю вчера посмотрел конечно же по запчастям прикинул в общем коленчатый вал вот тут не знаю пока коленчатый вал на двигатель вот марки x15 как вот в чем отличие вчера разобрал посмотрел ну давайте сразу по x15 двигатель до not покажу вам состояние поршневой группы видите гильза идеальном состоянии здесь не ничего поршень поршень вот он значит поршень тоже в принципе нормально все кольца будут буду перебирать кольца сразу заменю вот компрессионные мы соответственно васто съемные вкладыши вот если посмотреть на вкладыши то здесь есть задиры вот здесь вот с этой стороны как бы его но это скорее всего что вот он стоял так сейчас посмотрим как он стоял где вот этот перелом вот этот перелом скорее вот этим перелом на на вот драла его что он вот так стоял и короче стояла так вот ну да наверное до перелома вот этот перелом его и тут разодрал ты вкладыши под замену кольца поменяем поршень шатун здесь ничего такого не увидел фатальном единственное меня знать что смутило я в том году перебирал на 40 поршневому пальцы заколачивали ну как заколачивали нагревали кто вставляли здесь палец ходит очень пешком ребят вот такие вот допуски видимо не знаю но меня смутило он держится чисто вот на штопорных колечках ладно вовсе не значит поршень остается поршневая группа значит дальше что у нас здесь цилиндр рассказал цилиндр гиза и за нормально так здесь вот по шатуну пока не знаю в общем шатун есть как бы к этому двигателю а x-t15 йод на не знаю вот размер называется 111 пока не знаю карты шаги посмотрел стоит семь с половиной на 195 размера 109 стоит 12 вот не знаю что за этот размер где он как определяется короче тоже не знаю подшипники 2000 1700 все остальное там по мелочи поменять еще надо будет на распылитель на форсунке заменить если что он закоксованы будут проверю я посмотрю дальше значит сейчас проверяю клапана помыл крышку убрал прокладку прокладка запасе у нее есть вот именно с вот них три прокладки будут простая прокладка вот смотрите вот она просто да это вот вообще не подходит она по другую головку ну а вот это вот с бабушечкой вас такой вот это в одном из наборов было вот я снял родную прокладка отходила 5 сезонов принципе нареканий по ней не волну вот снял буду устанавливать ее так значит дальше что сейчас проверяю клапана мутку по на вот это я уже снял рассухаривал впускной соляр очки сейчас налил не пропускает притирать его не надо сейчас еще выпускной уберу тоже проверю с клапанами где все нормально здесь значит клапанный механизм не полностью наверно тоже ничем делать не буду единственное что вот комплект прокладок снова на двигатель не знаю подшипник или оба менять или один посмотрю еще как ценюсь там по деньгам вот выходить так сам коленчатый вал все вроде бы ну и распылитель на форсунду поменяю так что вот такой вот недешевый ремонт ну что как бы горят проблема в чем может быть ломает в эту болезнь на таких вот блоках потому что одноцилиндровая маховик тяжело ну ладно это я вдаваться не буду может действительно тут еще греха таить ранее зажигание ли момент впрыск рановаты потому что неоднократно он по братку меня запускался правда новый но я регулировки никакие не производил скорее всего надо будет регулировать угол так что как то так вот ребята вот такая вот неприятнейшая скажем так история неприятнейшая на во-первых почему потому что ну понятно что сломался не вовремя этой нет никогда такого чтобы сломался во время как раз я ждал когда это будет нет это всегда так во вторых идет сенокос надо грести у нас не зеленка попала под под дожди отсюда все будет более-менее день просто и завтра надо будет переворачивать уже как бы это сумма тоже как бы да ну бог с ним с деньгами как это не проблема да уж не такая но сейчас самое главное что когда эти запчасти придут стул это как минимум не 10 плюс сборка так что вот такие дела ребят ладно сейчас вот соберу разберусь посмотрю точно что мне надо с ними вот эти подшипники с коленчатого вала стараюсь таки понять что завал посознание с магазином но буду заказывать буду заказывать запчасти производить обратную сборку но головку почему головку принципе можно было не снимать но проблему искать начал я отсюда все-таки я думал здесь что-то ну я вам скажу что ну как здесь начал разбирать снял головку за одним посмотреть клапанный механизм на еще как бы это а потом уже потом уже стало понятно ну сразу вот когда снял оба ремня вот маховик стал вот так подхождением их а то есть понятно стало либо там хлам разбила подшипник вот тот который опорный стоит либо его разбила в хлам потому что именно он там сдавал не на этом подшипник а именно где-то там внутри ну либо его переломила ну блин он на малых оборотах в принципе на малых оборотах он работал то свал заходил в сборе когда стояла зацепление заходила было нормально затем я сюда в принципе заехал чем на нем сам как бы это на малых оборотах потихонечку он так более менее идет тут ремнем по моему шоркает вот такие вот ребят дела в общем то вообще он снимается очень просто так кому интересно то есть я вчера не снимал потому что вечером недосъемки было платье но на и руки все в солидоле в масле были значит снимается маховик понятно откручивается шкивок там на 3 болтов я это видео показал мне от есть отключатся гайка расштопориться откручиваться на при помощи съемника снимая кстати да еще скажу вот у меня типа съемник на ключе ключ видите я даже его не я только расферлил его что он подходил никаких усилий не прилагал он лопнул очень сделал два отверстия там самом коленчатом вале но вернее маховики из 2 отвес на съемник снимается он затем снимается вот эта крышка она откручивается 1 2 5 общем болтов откручивается и вот здесь у 2 болтика есть 2 болтика опора вкручиваться в крышке есть два болтика то есть два отверстия на 8 вкручивать и она снимается сюда предварительно шпонку он еще снять все затем с той стороны крышку откручиваем здесь вот шестерня стоит точнее две шестерни стоит на самом коленчатом валу стоит большая и потом за ним малая шестерня 1 вот за эту цепляется косозубая шестерня 2 вот за эту вот прямая вот ну потом там по . на посмотреть вот вот эти метки стоят здесь как бы проблем с этим нет это выставиться все и он туда выходит единственное что вот у двенашки не знаю десятки она точно так же тут надо снимать вот на нем стоят противовесы их надо снимать ну вот вот с этого всяко случилось этого мы снимали потому что он не выходит с этот я вытащил как бы так без него пришлось откручивать противовесы там тоже не за что парень и шайбами так где они у меня вот лежат вот болты здесь на 14 стоят ключ на 18 здесь новая головка на 19 открутила в принципе также ставится отверстие вот этим вовнутрь как шутку вот этот стоял с правой стороны похода этот ближе к маховику стоял от его шабаркать на чего ну так пропадка то ним нехилая я вам сказал шестерни все как бы это почему такие дела что-то башка лица как говорится не добавить не прибавить обязательно надо будет крышку переднюю снимать потому что откручивается шатлон открутить можно только отсюда мы соответственно открутить эти болты на противовесах так вот гильза сейчас смотрю просто у нее но гильзы нормальном состоянии здесь все все замечательно там балансирующий вал остался так что так что как бы вот вот такая вот вот такая вот проблема отходил то бляха всего пять сезонов он как-то если честно маловато маловато но работал правда она стоит сказать вам практически нормально и фризом 100 по 50 меня наверно филировал за год больше даже больше даже кло гектара ну и плюс и накос грабли то не так тяжело мне как транспортная работа плюс все равно то на жуту много перевез тоже так друзья ну все на этом всем пока до новых встреч вдруг то что не может подсказать по поводу вот этого коленечество вала и этот размер 111 9 в принципе когда видео выйдет я уже это померяю то что называется никогда ладно все уже смотрю нормально не пробежала ничего нигде все то есть нормально на час этот еще папан разберу почищу там все рассухарю давайте друзья всем пока всем удачи без поломок говорится до новых встреч